Мы продолжаем наше исследование книг «Деяния апостолов». И мы будем сейчас говорить о 21 главе. Я немножечко напомню общий контекст, о чем эта книга. Дух Святой позаботился о том, чтобы открыть нам, людям, которые будут жить на протяжении всей истории христианства, всей истории церкви, открыть нам реальность того, каким образом Евангелие Иисуса Христа, утвердившись в Иерусалиме, тогда, когда первая группа людей обратилась к Господу, каким образом эта Евангелие достигла края земли, каким образом Евангелие стало международной, или христианство стало международной церковью, церковью, которая не связана с одним каким-то этническим народом, церковью, которая имеет сегодня спасенных из всех колен, из всех племен в самых разных точках планеты. Книга «Деяния апостолов» описывает нам подробно, что происходило тогда в духовном смысле, как вот эта благая весть изменила сердца людей. И описывая этот процесс, Евангелист Лука, автор книги «Деяния апостолов», представляет нам несколько рубежей, несколько граней, как это распространение благой вести шло все дальше, завоевывая, открывая все новые и новые территории, приобретая новые и новые сердца для Господа. Мы говорили о том, что Бог избрал апостола Павла для того, чтобы он стал апостолом язычников. И мы знаем, что основанием его служения стала церковь в Антиохии, там, где нес служение в начале Варнава. Варнава – это один из первых служителей в Иерусалиме, которого послали в Антиохию для того, чтобы он там помог обращенным из язычников. После какого-то периода времени Варнава понимает, что дело Божие настолько большое, что ему нужна помощь. Он зовет на помощь Савла. Он тогда еще носил свое еврейское имя Савл. Они вместе трудятся какое-то время в Антиохии. И из Антиохии Господь побуждает Савла, который в это время примерно получает имя Павел. Павел – это его греческое имя. Павел становится руководителем трех миссионерских путешествий. Во время этих путешествий насаждаются церкви на территории Римской империи. И, в частности, апостол во втором путешествии он проникает на европейскую часть Римской империи. И вот там, на этой огромной территории, возникают десятки церквей, буквально десятки церквей. Мы, конечно, не знаем о многих церквях, возможно, сотни. Вот сейчас, когда мы исследуем 21 главу, мы видим, в ряде мест есть верующие, о которых не сказано было в других местах. Мы не знаем, как там церкви образовались, но они там есть. И это стало, конечно же, в огромной степени результатом служения апостола Павла, который стал открыто, свободно проповедовать язычникам, и Господь благословил его. И вот после определенного периода времени, прошло несколько лет, около 20, наверное, лет, прошло, может быть, 15 лет служения, вот такого интенсивного служения апостола Павла, вот, церковь Иисуса Христа по своему количеству, по своему объему на языческой территории или церковь, которая состояла из верующих, обращенных из язычников. Эта церковь стала больше, чем та церковь, с которой все началось, церковь в Иудее. Церковь в Иудее переживала гонения, во-первых. Во-вторых, она была ограничена рамками Иерусалима, рамками вот того народа, который там был. И в определенном этапе, когда это стало очевидно, эти две церкви отличались друг от друга. Церкви, которые возникали из язычников, формировались из язычников, они были совершенно другими. Там были другие традиции, там был другой колорит, там была другая атмосфера, отличавшаяся от того, что было в церкви в Иерусалиме, в церкви, которая произошла из иудеев. И вот эти обстоятельства, они поставили апостола Павла перед реальностью такого факта, что вот это новое движение проповеди на языческой территории, оно реально затмит собой церковь, с которой все началось, Иерусалимскую церковь. То место, где трудились апостолы, то место, где еще были пресвитера, которые вместе с апостолами начали это служение. И в действительности со временем так оно и будет. После 70-го года, мы знаем, когда Иерусалим был разрушен, после 70-го года мы знаем, что церковь в Иудее, а точнее христиане еще до 70-го года, Бог послал им откровение, по которому они ушли оттуда. Большинство верующих ушли из Иерусалима, и тогда, когда римляне разрушили Иерусалим, церкви там уже не было. То есть фактически церковь осталась, та, которая на языческой территории, и она стала основной церковью и, можно сказать, единственной церковью, потому что церковь в Иудее уже фактически прекратила свое существование, или разрозненные группки были где-то на периферии этой территории. Но вот в процессе того, когда это происходило, в процессе этого, мы видим некоторые очень важные действия апостола Павла, которые настолько важны, что Бог поместил их на страницы Священного Писания, во-первых, и, во-вторых, настолько важны, что мы сегодня можем их читать, и мы можем отсюда научиться, мы можем научиться многому, для нас самих сегодня практически. Апостол Павел, игравший в развитии церкви из язычников гигантскую роль, он, развивая это мощное служение среди язычников, он в то же время очень хорошо понимал, что это не другая церковь. Эта церковь является продолжением той же самой церкви Иисуса Христа, которая началась в Иудее. Да, мы разные, да, у нас разный тип богослужений, у нас разные традиции, у нас очень много того, что многие верующие люди, они верующие из иудеев и верующие из язычников, они с трудом воспринимали друг друга даже. Многим трудно было есть вместе. Помните послание Галатам, вторая глава, где апостол Павел объясняет то, что происходило в Антиохе, когда пришли верующие из Иудеи, пришли верующие из Иерусалима. То есть это было достаточно, так скажем, разные две группы людей. Вот, и несмотря на это, апостол Павел ясно понимает, он ни в коем случае не хочет, чтобы обосновалось мнение у людей, что там вот одна церковь, а здесь другая религия, здесь что-то самостоятельное, здесь что-то само собой под руководством апостола Павла. И вот по этой причине апостол идет на несколько радикальных шагов для того, чтобы продемонстрировать всем, для того, чтобы... Это, конечно, было его убеждением глубоким. Он ясно понимал, что нет церкви из язычников и церкви из иудеев. Он ясно понимал, что есть только одна церковь. И из понимания этого он действует. И мы сегодня посмотрим на несколько шагов, на несколько действий апостола Павла, которые представлены здесь в начале первой половины 21 главы книги Деяний Апостолов. Мы посмотрим вместе с вами, во-первых, на важность единства церкви, во-вторых, на выражение единства церкви и на средство достижения. Каким образом это единство достигается? Что апостол делал для того, чтобы его достигать? Итак, мы посмотрим на первую часть того, что мы видим здесь, важность единства церкви. Апостол Павел был достаточно загружен служением. Вот те, кто занимался служением, и те, у кого была большая ответственность в служении, имеют представление того, насколько можно быть перегруженным в служение. Причем все дела очень важны. Мне иногда говорят, когда речь заходит о занятости большой, говорят, ну, нужно выбирать важное. Вот очень трудно что-то, когда ты работаешь душами, очень трудно что-то поставить в категорию неважного. Апостола Павла было так же. По мере того, когда увеличилось количество церквей, увеличилось количество служителей, которые там трудились, они нужны были там, вместе с этим увеличением увеличилось количество проблем. Читайте послание, вы увидите, и послание, дорогие мои, это только маленькая часть того, чем занимался апостол Павел. То есть ему там можно было бы день и ночь, и не просто можно было бы, а он так и делал. Мы читаем в 11 главе 2 Коринфянам, он описывает подробно все, в чем он находился. Вот этот большой-большой труд, в котором он послал Николасянам, в первой главе, в конце главы он говорит, что мы трудились до агонии, с агонией трудились, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. То есть для апостола Павла труд там, с людьми, это было главное. И вот он на определенном этапе оставляет все это. Оставляет все это ради вот этой цели своей. Ради цели того, чтобы он мог укрепить, утвердить единство церкви, помочь людям понимать, то, что это в действительности одна церковь. Здесь, когда мы смотрим на эту историю, мы можем разделить ее на две части. Во-первых, трудности путешествия в Иерусалим. Это не так, как сегодня. Сегодня, если нам нужно слетать в Иерусалим, или в Москву, или в Париж, или еще куда-нибудь, это займет максимум сутки. Может быть, меньше. Сел на самолет, если прямой самолет, двенадцать часов, и ты уже по ту сторону Атлантического океана. Для того, чтобы тогда из вот этой местности, где апостол проповедовал попасть в Иерусалим, для этого нужны были месяцы. Причем не просто месяцы, а месяцы тяжелого пути, путь, который был не по таким дорогам, как у нас сейчас, причем путь по опасным дорогам, где очень много всяких разных можно было встретить, трудности и опасности. Кроме того, это путь по морю, на тех маленьких лодочках или кораблях, которые у них были, которые были, так скажем, не очень приспособлены к сильным штормам. То есть, это было достаточно опасное, было достаточно опасное предприятие. Мы читаем о том, что решение отправиться в Иерусалим апостол Павел принимает еще тогда, когда он был в Ефесе. Его служение в Ефесе, это во время третьего миссионерского путешествия. Мы читаем 19 глава, 18 стих. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось их на 50 тысяч драхам. С такой силой возрастало и возмогало Слово Господне. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайю, идти в Иерусалим, сказав, «Побывав там, я должен видеть Ирим». То есть, у апостола Павла складывается ясное убеждение относительно его дальнейшего служения. Мы немножко позже читаем, что это убеждение было под воздействием Святого Духа. Он пишет, «По внушению Святого Духа». Он ясно понимает, что вот его взгляд, его путь, это не просто его собственное желание. Это то, что хочет от него Господь. И поэтому он готов двигаться, поэтому он видит этот путь. После посещения Македонии и Ахайи, я напомню, что такое Македония и что такое Ахайя. Македония – это Филиппы, это Фессалоники, если вы помните, это Верия. Ахайя – это Коринф. И там апостол вокруг Коринфа еще немножко трудился. То есть, мы видим, что он посещает с Ефеса, идет в Македонию сначала, через Трааду, потом идет вниз в Ахайю. И после посещения Македонии и Ахайи, он возвращается, он, если помните, возвращается через Трааду. Опять-таки, в Трааде он встречает, собирает группы верующих людей. Кстати, вот тоже нигде не написано о том, как образовалась церковь в Трааде. Но мы видим, что именно в Трааде. Помните, что произошло в Трааде? Известный случай, который произошел с верующими в Трааде, это вот тот молодой человек, который заснул, который потом Павел его воскресил. То есть Павел останавливается там, он трудится там, и потом из Траады он идет в Мелит. Мелит – это порт, который недалеко от Ефеса. Он призывает туда присвятеров Ефеских, и там подробно им говорит последнее наставление, что он хочет для того, чтобы они могли эффективно продолжать свое служение. И вот после того, когда он закончил свою встречу, с присвятерами в Мелите, после этого мы приходим к 21 главе, и мы видим, как он отправляется дальше. Первый стих. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Радос, оттуда в Потару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы поплыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». Если мы посмотрим на эту историю, то мы видим, что Павел последовательно движется туда, дальше, в Иерусалим. Пятый стих мы читаем. «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы взошли на корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Пталимаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день». Если мы посмотрим на карту сейчас, мы можем увидеть вот это путешествие. Видите, вот это нижняя красная черта, стрелки, которые идут из Траады, вверху Траадов на краю Азии. Азия – это Малая Азия, сегодняшняя Турция. С левой стороны этого розового участка наверху Траада. И оттуда апостол возвращается, останавливаясь в разных местах. Они проходят Кипр, у них остается слева. И внизу стрелка сюда приходит, Финикия, приходит в Тир. И вот там в Тире, оказывается, есть церковь. Мы тоже не знаем, как она началась. И они там в Тире, мы видим, что они остановились на 7 дней, по всей видимости, пока корабль разгружался. Там нужно было часть груза оставить. Это заняло 7 дней. И в течение 7 дней апостол общается там с учениками. После этого они отправляются в следующий порт, внизу, вот ниже этого, Птолемаида или современная Акка. Это порт, который находится на самой северо-западной границе Израиля, между Израилем и Ливаном сегодня. Вот, и этот город назывался, здесь мы видим, Птолемаида. Вот, но его древнее название, которое сейчас есть, он называется, это город Акка. И, оказывается, там есть верующие. И там есть верующие. Апостол там проводит, не так, правда, много времени. Он проводит там всего один день. Вот, и потом, приветствовав братьев, пробыли у них один день. И потом 8 стих мы читаем, а на другой день мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов остались у него. От Акка или Птолемаиды до Кесарии примерно 40 миль. То есть, вот они день там пробыли, и потом отправились в путь 60 километров, ну, примерно, может быть, на два дня пути. То есть, когда мы читаем, это все вот так очень быстро. Возможно, они утром рано вышли и на второй день к вечеру попали туда, в Кесарию. После этого они отправляются в Иерусалим. 15 стих. «После этих дней, приготовившись, мы пошли в Иерусалим. С нами шли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить». Мнасон – это греческое имя. Скорее всего, это был человек, который обратился ко Христу из язычников, то есть, из греков. Вот, скорее всего, его, он обратился давно, его хорошо знали. Или апостол Павел его сам хорошо знал, или, возможно, кто-то из его команды. Часть с апостолом была достаточно большая группа людей. И вот они приходят туда, в Иерусалим. У них есть там дом, который готов их принять. Этот брат Мнасон, Кипрянин, у которого можно было бы нам жить. Итак, вот это первая часть, которую мы видим. То есть, для того, чтобы апостолу Павлу сделать вот это утверждение, помочь людям увидеть важность единства Церкви, ему нужно было предпринять путешествие, которое длилось несколько месяцев. И он, конечно же, по пути использует время, использует возможности для того, чтобы останавливаться в тех местах, где есть Церковь, где есть верующие, для того, чтобы их утверждать. Но кроме этого, мы видим еще одну сторону в этом пути. Мы видим многочисленные предупреждения об опасности. Трудности путешествия в Иерусалим, это само собой. Но на протяжении всего этого пути, пока апостол движется, на протяжении этого пути ему постоянно кто-то говорит о том, что в Иерусалиме его ожидают серьезные опасности, серьезные проблемы. Мы видим, как это выражено было. Первый раз об этом говорит сам апостол Павел в 20 главе, тогда, когда он обращается еще к присвятерам в Ефесе. И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. То есть еще тогда, когда апостол принял решение возвращаться, идти в Иерусалим, еще тогда ему было достаточно ясно, что в Иерусалиме его ждут узы и скорби. Он говорит, по всем городам Дух Святой свидетельствует. То есть это не один человек, это не в одном месте. А в целом ряде мест ему говорят о том, что то, что будет там, будет достаточно сложно. И апостол отвечает, он говорит, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. То есть мы видим, что важность того, что апостол хочет сделать там, настолько велика, что он не только предпринимает путешествия, но он еще и перешагивает многочисленные предупреждения об опасности. Когда он приходит немножечко к следующему этапу, к этапу, когда они прощаются с пресвитерами в Ефесе, то это вызывает, это его свидетельство вызывает достаточно большую реакцию со стороны присутствовавших там братьев. Деяние 20-30. Мы видим, что подобное происходит и в других местах. Верующие в Тире просили Павла не ходить в Иерусалим. Смотрите еще раз 3 стих или 4 стих. «Найдя учеников, пробыли там 7 дней». Они по внушению Духа, то есть ученики, по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Заметьте, по внушению Духа, то есть они имеют откровение от Святого Духа, что там ему будет плохо, что там будут трудности. С одной стороны, апостол Павел по влечению Духа идет в Иерусалим, с другой стороны, этот же Дух Святой открывает верующим людям по пути и говорит, там будет трудно, там скорби, там узы ждут его. Дальше мы читаем пророк Агав. В Кесарии приходит из Иерусалима пророк Агав и говорит следующее. «Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал, так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Заметьте, как нарастают вот эти предупреждения. Сначала апостол сам знает это, потом видит, как по разным городам Дух Святой свидетельствует. «Ну, смотрите, что он отвечает». Но Павел сказал в ответ. «Что вы делаете? Что плачете и загружаете сердце моё? Я не только хочу быть тюзником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Когда же мы не могли уговорить Его, то успокоились, сказав, да будет воля Господня». То есть апостол посвящен Евангелию и он посвящен Христу, и он посвящен тому, чтобы в Иисусе Христе церковь была едина. То есть в первом случае он говорит о том, что он посвящен Евангелию Иисуса Христа, во втором случае он говорит, он посвящен имени Господа Иисуса Христа. Но всё это движет его к этой важной цели, к тому, чтобы показать важность единства Церкви Иисуса Христа. Итак, это первая часть, которая очевидна для нас здесь. Это важность единства Церкви. То, что мы видим, выражается в действиях апостола Павла. Давайте посмотрим теперь на второй аспект. Как это единство выражается? В чём? В чём апостол хочет показать, что Церковь среди язычников, Церковь из язычников, она едина с Церковью, которая в Иерусалиме. Здесь мы видим ещё две грани. Во-первых, апостол шёл в Иерусалим, чтобы передать Церкви материальную помощь от Церквей из язычников. Если вы помните, на протяжении длительного времени Церкви в Иудее, они переживали сложные времена. Отчасти это было связано с гонениями, которые там были. Их там было достаточно много. Помните, первое гонение ещё было после Стефана, сам Саввл был одним из активных участников этого гонения. И они потом повторялись. Ещё был ряд гонений. Помните, когда Ирод Иакова предал смерти? Это только то, что описано в книге Деяния апостолов. Но есть исторические доказательства, что эти гонения были выражены в нескольких волнах, в нескольких периодах гонений. Во-первых. Во-вторых, там было время голода, когда несколько лет было засуха, когда не было продуктов или был очень большой недостаток продуктов. И в это время верующие люди, христиане, которые были частью церквей из язычников, в это время они помогали церкви в Иудее. И вот в связи с этим апостол Павел на протяжении своего третьего миссионерского путешествия он не только проповедует, он не только утверждает церкви, но он их учит. Вот там в Иерусалиме есть церковь, с которой все началось. Вот там есть наши братья и сестры, евреи. И мы часть одной церкви. И им сейчас трудно. И нам нужно им помочь. И он их убеждает. Мы видим, как 8 и 9 главы второго послания Коринфянам полностью посвящены этой теме, где он пишет и призывает их и объясняет, почему это нужно сделать. Я прочитаю из 9 главы 12, 13, 14 стихи. Слушайте, как он аргументирует, почему верующие из язычников должны помочь верующим в Иерусалиме. Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых. То есть это одно дело. У них там скудно. Они переживают трудное время. Но это служение, которое вы сделаете, оно не только важно тем, что мы поможем. но и производят во многих обильное благодарение Богу. Ибо, видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповедуемому вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всем. То есть апостол видит здесь две цели. Одна цель – мы им поможем. Вторая цель – они будут видеть, что это одна церковь. Они будут понимать, что у них есть там братья и сестры, которые не такие, как они. Они отличаются, они другие. Но эти братья и сестры, они будут способны понести нашу боль. Они способны понести нашу нужду. Они разделяют эту нужду с нами. То есть материальная помощь, оказанная верующими из церквей на языческих территориях, была первым практическим выражением любви к верующим из еврея. Но есть вторая еще цель, которую апостол преследует – это желание общности. Апостол хочет провести время с пресветерами в Ефесе. Посмотрите, 17 здесь их 21 главы. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день пришел с нами Павел пришел с нами к Иакову. Пришли все пресветеры. Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Апостол очень хорошо знал, что вопрос взаимоотношений верующих из язычников и верующих из евреев весьма непростой. И с ним в команде было много верующих из язычников. И он приходит, они приходят сначала в дом человека, который обращенный из язычников. На сон мы уже читали его имя. И первая встреча происходит именно в этом доме. В доме, когда здесь присутствуют обращенные из язычников, обращенные к Иисусу Христу. И сюда приходят, смотрите, по прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. То есть, скорее всего, мы имеем здесь дело с первым уровнем общения, такое неформальное общение в доме этого Мнасона, которое, скорее всего, включало в себя какую-то сравнительно небольшую группу людей. Здесь же мы имеем второе общение, или более официальное, у апостола Павла. И заметьте, не только у апостола Павла. Смотрите, на другой день Павел пришел с нами к Иакову. То есть, они сначала люди от Иакова пришли туда в дом Насона, и здесь у них первая это встреча, общение. Теперь Павел вместе со своей командой, с людьми, которые не были евреями, они не приняли иудаизм никогда. Эти люди идут и общаются теперь с Иосифом, вернее, с Иаковом и присвятерами, которые там. Очень важная последовательность, которую мы видим, постепенно раскрывается здесь Лукой. Кстати, церковь к этому времени, как мы видим, уже полностью управляется присвятерами. Иаков – это не брат Иоанна. Брат Иоанна был убит Иродом в 12 главе. Об этом написано Деяние апостолов. Это Иаков – брат Иисуса Христа, который был присвятером Иерусалимской церкви длительное время. И здесь не упоминаются вообще апостолы. Если в 15 главе мы видим, что собрались апостолы и присвитеры, то в 21 главе уже собираются только присвитеры. Скорее всего, апостолы к этому времени уже ушли в разные места для того, чтобы проповедовать Евангелие. Книга Деяния апостолов подробно нам говорит только о служении апостола Павла, немножко о служении Петра вне Иерусалима, совсем немножко. Но история говорит о том, что практически все апостолы закончили свою жизнь где-то в других местах, проповедуя Евангелие, донося благую весть о спасителе народам, которые не знали Иисуса Христа. Основным присвитером, как я уже сказал, является здесь Иаков, брат Иисуса Христа. Он собирает остальных присвитеров. Скорее всего, их было много. Церковь была из тысячи. Когда Иаков говорит, мы читаем в это было сейчас я вам скажу в каком это в 20-м стихе там написано видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев. Вот эти слова сколько тысяч его в действительности нужно перевести как десятки тысяч. Вот если буквально перевестили myriads, myriads это десять тысяч myriads. Вот, десятки тысяч. Мы не знаем точно, сколько это было, но по всей видимости огромная толпа. То есть церковь за это время выросла. Говорят, что якобы в церкви в Иерусалиме было 70 присвитеров, но возможно, что это просто легенда, потому что в Синедрионе было 70 членов, в Синедрионе состояло из 70 членов, что в принципе возможно, 70 или 100, или мы не знаем сколько было на церковь из нескольких тысяч человек, сколько там, вернее, десятков даже может быть тысяч человек, сколько там было служителей, но тем не менее эти служители собираются, вот, и апостол хочет с ними общения, он приветствовал их, подробно рассказывает, мы видим то, что Дух Святой действует, Дух Святой спасает, Он изменяет людей, которые обращаются к Господу из язычников, не пройдя путь принятия иудаизма до того. Итак, мы посмотрели уже на две части, мы говорили о важности единства церкви, это настолько важно, что апостол предпринимает большое путешествие, мы говорили о том, что апостол идет, несмотря на предупреждение о том, что там будет скорби, там узы тебя ожидают, пророки говорят очень ясно конкретно, что там будет, мы видим, что апостол видел выражение этого единства, он хотел подчеркнуть это через две вещи, первое, через то, что он приносит туда деньги для поддержки этих людей, и второе, то, что собранные в церквях в Македонии, и второе, то, что он хочет с ними общения, он хочет говорить с ними о делах Божьих, он хочет, чтобы они стали частью того, что Господь делает там, чтобы они восприняли это своим сердцем, и чтобы этот Божий труд, он стал частью того, о чем они молятся, о чем они беспокоятся в деле распространения Евангелия. Так вот, подходим мы теперь к следующему, к следующей части, которая не менее важна, это средство достижения единства. Для того, чтобы это единство состоялось, у апостола есть конкретное выражение, но чтобы вот это выражение стало реальным, для этого нужно было, чтобы имели место несколько условий, чтобы они совпали, соединились вместе несколько условий. Мы читаем первое условие, которое очевидно здесь у апостола Павла, это посвящение. Единству нужно быть посвященным. Мы уже говорили о том, что для апостола это было настолько важно, что он оставляет свою большую работу и движется в Иерусалим для того, чтобы предпринять попытку иметь общность с братьями, которые там в Иерусалиме. У него были сложности с этими братьями. Помните, девятая глава Деяния апостола, когда он только обращается к Господу, когда он из гонителя становится пламенным последователем Иисуса Христа, ему там не верят в Иерусалим. Его там настороженно воспринимают. Варнава был одним, кто ему поверил, кто его обогрел, кто его принял сердцем. И Павел потом уходит оттуда, в конце концов возвращается в Тарс, он живет в Тарсе, и потом слышат люди в Иерусалиме о том, что Савл трудится в Антиохии, и потом через какое-то время Павел и Варнава приходят в Иерусалим. Это 15-я глава Деяния апостолов. Для того, чтобы иметь разговор там с апостолами, его принимают там. Но, как мы видим, это была только временная встреча. Все равно у них было это служение здесь, а то служение там. И когда апостол Павел пришел в Антиохию, то у него там тоже были проблемы немножко в общении с язычниками, о чем во 2-й главе Деяния апостолов написано. Но апостол Павел, несмотря на это непонимание, апостол видит намного больше и дальше. Он понимает, это одна церковь. И он понимает, что нельзя допустить, чтобы у нас была вот там церковь из евреев, а здесь церковь своя собственная. И они могли бы просуществовать. Это была уже большая церковь, большое движение. Мы видим, что они материально были достаточно обеспечены, во всяком случае, помогали Иерусалиму даже. То есть у них было все для того, чтобы функционировать самостоятельно, но апостол понимает духовную сущность церкви. И по этой причине он посвящен этой цели. Посмотрите в двух текстах, которые мы уже читали, я их сейчас еще раз прочитаю. В этих двух текстах мы видим, как апостол Павел воспринимает единство церкви, почему оно для него так важно. Посмотрите, 20 глава, мы читали с 22 по 24 стихи. Апостол говорит 24 стих, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией. то есть он идет в Иерусалим и мы знаем, для чего он идет туда. Он идет туда для того, чтобы утвердить единство церкви или не то, что утвердить, а продемонстрировать его, выразить это единство, помочь людям понимать, что это одна церковь, что это не две каких-то отдельных церкви, это одна церковь, это церковь Иисуса Христа. И вот он идет туда для того, чтобы выразить это единство, но говорит он здесь о другом. Посмотрите еще раз, он говорит здесь, ну, для того, я иду туда, я не взираю, ни на что не взираю, и не дорожу своей жизнью. Только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией. То есть, оказывается, апостол видит единство Церкви Иисуса Христа тесно связано с Евангелием благодати. То есть, для него это не два разных каких-то субъекта, не две разных субстанции. То есть, для него это одно целое. Он понимает, что проповедуя Евангелие Иисуса Христа, он насаждает Церковь, не просто Церковь там и Церковь здесь. Он насаждает Церковь Иисуса Христа. Евангелие Иисуса Христа, выражаясь в своем действии, достигает одну цель, оно создает одну Церковь. Оно не создает у каждого свою Церковь. Очень важная часть. Дальше в Кесарии, когда опять его предупреждают о том, что там будет плохо тебе, Павел отвечает, 13 стих. Павел, это 21 глава, Павел сказал в ответ, что вы делаете, что плачете, и сокрушаете сердце моё. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме, и здесь он теперь говорит за имя Господа Иисуса. Смотрите, там он говорил за Евангелие, а теперь говорит за имя, то есть за свидетельство об Иисусе. Вот доброе свидетельство об Иисусе, это то, чем он дорожил. То есть смотрите, апостол Павел видит единство Церкви, неотъемлемой частью, связанной, во-первых, с Евангелием Иисуса Христа, и во-вторых, со свидетельством об имени Христа. Это в действительности так. Это так. И апостол посвящен этому. Заметьте, очень важно, он не посвящен единству вне Евангелии. Он посвящен Евангелии, а он не посвящен единству вне Христа. Он посвящен единству, которое является неотъемлемой частью Евангелия Иисуса Христа, Его имени Иисуса Христа. И когда он говорит, что вот есть Божьи действия у язычников, у евреев, и они разные люди, у них традиции разные, у них диета разная, у них культура разная, они поют по-разному, но у них Евангелие одно. И по этой причине он подчеркивает, это одна, одно, это одна церковь, это единая церковь. И он посвящен этому. Опять, очень важная деталь, друзья, это не просто посвящение единству, которое оторвано от реальности Христа, от реальности Евангелия. Это посвящение Евангелию. И это посвящение Христу, которое тесно связано, оно генерирует церковь, которая едина. Двух церквей нет. Если вы помните, когда-то, уже 9 лет почти тому назад, вот здесь, на этом месте, у нас была такая беседа с братьями из Северо-Западного объединения. И вот они приехали и проверяли нас, задавали нам разные вопросы. И вот когда мы начинали эту беседу, или где-то в середине этой беседы, в беседе прозвучала такая фраза, очень важная. Мы им сказали, братья, вы понимаете, что мы все равно баптисты. Как бы вы там ни думали, как бы вы ни решили после этого вашего решения, мы все равно одна церковь Иисуса Христа. И вот это очень важно понимать. Вот этому посвящен апостол. И очень важно понимать, что наше посвящение не каким-то сектантским взглядом, не какому-то своему огороду. Наше посвящение Евангелия Иисуса Христа, а значит Церкви Иисуса Христа, это единая Церковь Иисуса Христа. То есть все те, кто связан с Евангелием, кто исповедует Евангелие, кто является частью вот того тела Иисуса Христа, все эти люди являются наши, они имеют единство с нами. Конечно, такое посвящение требует мужества. Когда мы видим вот это посвящение апостола, это было не просто идейное посвящение. Это не просто так, что апостол должен был поднять руку. Кто за единство с верующими в Иерусалиме? Это было бы проще. Вот для того, чтобы вот это единство реально осуществлялось, Павлу нужно было платить цену за это. То есть он понимал, что это настолько важно, что он фактически вкладывает в свою жизнь для того, чтобы достигать. Он готов подвергать себе неудобствам, страданиям, даже смерти ради достижения этой цели. В этом, кстати, смысл слова посвящения. Посвящение – это очень просто. Посвящение связано с ценностями. У каждого из нас есть наши ценности. Каждый из нас соприкасается с реальностью того, что мы принимаем решение в соответствии с тем, что для нас ценно. Вот сегодня здесь не так много людей. Это значит, что для многих что-то оказалось более ценным. Мы не знаем, почему. Может быть, в действительности что-то более ценное. А возможно, что-то просто в глазах человека более ценное. Но, во всяком случае, каждое наше решение, мы предпринимаем, пойти или не пойти, мы предпринимаем, исходя из понимания того, что же ценнее, что же важнее для нас, что дороже, что нужнее для нас. В каждой ситуации именно так принимается решение. И вот в данном случае мы видим посвящение апостола Павла, посвящение единству церкви. Было выражено в том, что он готов платить цену, он готов оставить ту свою огромную работу, где он был очень нужен. Он готов был для того, чтобы вложить несколько месяцев, тому, чтобы поехать, и как мы видим, что не несколько месяцев, а несколько лет получилось, для того, чтобы это служение осуществилось. В этом смысл посвящения Христу. Итак, для того, чтобы было единство, единство невозможно без посвящения. Это трудная вещь. Для того, чтобы единство было, это трудная вещь. Почему? Потому что мы все разные. И когда мы говорим о том, что мы разные, мы говорим о том, что мы создаем неудобства для того, чтобы принимать друг друга. Нам трудно принимать друг друга. Почему? Потому что люди думают не так, люди делают не так, люди, традиции у них другие, люди воспринимают друг друга по-разному. И вот для того, чтобы иметь единство с кем-либо вообще, нужно посвящение. Это первое, что мы видим. Второе, что мы видим в апостоле Павле, это смирение. Это второй элемент, без которого достижение единства невозможно. А точнее, оно-то есть, это единство. Просто люди не могут его выразить. Они не могут подчеркнуть и сказать, что мы едины в Иисусе Христе. Мы видим, как это проявилось у апостола Павла. Апостол Павел был великий человек. Если сравнить его со всеми людьми, которые жили тогда, то он был самым великим человеком из всех, кто жил тогда в том мире. Я как-то об этом уже говорил. Я читал исследование, социологическое исследование, в котором люди пытаются измерить эффект того, сколько кто-либо из людей, как повлиял на человечество, сколько влиятельности было у кого-то из людей. Так вот, номер один, всеми признан Иисус Христос. Это, опять-таки, это неверующие люди. Это с точки зрения влияния на общество. Вот один человек, Иисус Христос, он оказал сильнейшее влияние на мир. Почему? Потому что христианство от него появилось. Вторым по влиятельности называют апостола Павла. Потому что апостол был самым сильным, самым мощным носителем христианства. Третьим по влиятельности называют пророка Мухаммеда, от которого ислам произошел. Опять-таки, это социологические исследования, которые не имеют ничего общего с Писанием. Это просто оценка того, насколько был влиятельным апостол Павел. Он был очень влиятельным человеком. Кроме того, он был не просто влиятельным, а он был человеком, который имел очень благородное происхождение, из благородного рода он был. Он понимал свою цену. Кроме того, он был человеком очень эффективным, одаренным человеком. Мы видим, как глубоко он мыслит, мы видим, как он строит аргумент, мы видим, как эффективен он в том, что он делает. То есть, неординарный человек. Кроме всего прочего. Добавьте ко всему этому еще одну очень большую вещь, очень большой веский такой камень, или вес. Это то, что к этому времени у апостола Павла были за плечами огромные достижения. Он основатель многих церквей, и за ним стоят мощнейшие движения. Он мог бы приходить в Иерусалим и негошиает. То есть, он мог приходить к ним на переговоры. Посмотрите, мы вам, вы нам. За мной стоят десятки тысяч людей, которые верующие, которые из церквей, которые исповедуют Христа. Он мог бы говорить с Иерусалимом на разговоре, на позиции силе. Ничего подобного мы не видим у апостола Павла. Апостол Павел понимает единство, и поэтому важность единства. И по этой причине он идет к Иакову. Он идет туда. 18 стих. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовав их, Павел подробно рассказывал, что сотворил Бог у язычников служением Его. Заметьте, посмотрите, как построена фраза. Он подробно рассказывал, что сотворил Бог у язычников служением, и личное местоимение третьего лица стоит в самом конце. служением Его. То есть для апостола Павла очень важно, чтобы была видна Божья работа там, а не Его собственная. Друзья, каждый раз, когда подчеркивается наша собственная значимость, становится барьер для единства. в любом случае, будь это в маленьком каком-то деле, будь это в гигантском деле, связанном с отношением церквей между собой. Всегда наше собственное я является, оно ставит барьер, оно ставит препятствие, ставит вот эту разделительную стену, которая мешает иметь единство братьев и сестер. Павел не фокусируется на своих достоинствах, не фокусируется на том, что он сделал. Он говорит о делах Божьих. Для него это главная цель. Он хочет, чтобы эти люди увидели, посмотрите, Бог действует там. Он хочет, чтобы для верующих, и особенно для пресвятеров в Иерусалиме, было понятно, что то, что происходит на языческой территории, это не что иное, как мощное действие Божьей благодати, Божьего Евангелия, Евангелия Иисуса Христа. После того, когда он представил это все очень смиренно, он сталкивается с еще одним серьезным испытанием. Иаков и другие пресвятера просят его ради единства церкви исполнить некоторые иудейские обряды. Здесь вот сложность возникает. И кого просят? Просят того, кто написал послание к римлянам, написал послание к галатам, в которых он очень ясно говорит о всей бесперспективности закона, о том, что законом никто не спасется, никто не спасся и никто не может спастись. Смотрите 20 стих. Они же выслушал, Иаков и пресвятер выслушал, прославили Бога и сказали ему, видишь, брат, очень хорошо у них такое братское отношение. Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев. Вот здесь сколько тысяч уверовавших, здесь стоит вот это слово «мириады», то есть много, десятков тысяч может быть. Опять-таки это слово иногда используется просто для описания огромной толпы, но его оригинальное значение – десять тысяч, оно стоит здесь во множественном числе. Это десятки тысяч буквально. Уверовавших иудеев. Дальше сказали, и все они ревнители закона. То есть что это за люди? Это люди, которые были евреями, и они были благочестивыми евреями, то есть для них закон был важен. И вот потом они, по свидетельству учеников, они открыли то, что закон говорит там об Иисусе Христе, и они уверовали в Иисуса Христа как в Спасителя, как в Мессию, они приняли Его как своего Господа, но их вся жизнь очень тесно связана с иудаизмом. Это для них образ жизни. Ну, я вам приведу такой пример. Вы когда домой заходите к себе, вы обувь снимаете? Ну, скорее всего, да. Почему? Потому что так привыкли. Потому что там, где жили мы в Советском Союзе, там была грязь на улице, и поэтому люди, когда приходят в дом, чтобы грязь в дом не тащить, они собаки грязные свои оставляют у порога. И это вошло очень глубоко вот в фабрику души, вот в того, кто мы есть. И поэтому, если вы почитаете, наберете отличия русских в любой стране, то одно из отличий будет всегда, они дома развиваются. А вы сейчас еще скажете, а что ж не развиваться, а как это так, не развиваться дома? Ну, многие люди не развиваются дома. Другая культура, другая прежде. Но это мелочи. Это никак не связано с Богом, и никак не связано с религией. Теперь представьте себе вещи, которые связаны с религией, очень тесно связаны с религией, и которые имеют тысячелетнюю историю, которые глубоко-глубоко внедрились в подсознание, причем в такой нации, как евреи, они, мы видим, сколько прошли культуры, не смешались, и свои вот эти традиции оставили. То есть они для них были очень важны. Теперь вот эти люди, вот здесь он говорит, ревнители закона, то есть для них закон очень важен. Опять-таки, закон важен не в смысле того, что они спасаются законом. Нет, конечно, они стали христианами. Они спасаются благодатью Иисуса Христа. Но закон для них важен как часть их социума, как часть культурной среды, в которой они жили и живут. Им невозможно представить свою жизнь по-другому. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь не разуваться дома. Представьте себе. Или по-другому иску. Учишь молиться сидя. Вот это ужас. Примерно что-то подобное они говорят. А у тебя они наслышали. Павел? А, знаем его. Это тот, для которого ничего святого. А еще же, посмотрите, это же не просто, там то, что Павел проповедует одно. В действительности, Павел совершенно не требовал неисполнения закона от иудеев. Он просто позволял язычникам не исполнять закон. Позволял язычникам, чтобы они приходили ко Христу напрямую. Но злые языки, сплетники, клеветники разные, они работают очень хорошо для того, чтобы вот эту всю информацию распространить так, как им это удобно. И поэтому вот эти тысячи или десятки тысяч верующих, обращенных из евреев, они собрались там, они живут там в Иерусалиме, они любят Христа. Ну вот им дошли разные слухи. Павел, он такой-сякой, он учит молиться сидя, он, ну, это примерный эквивалент, очень маленький, опять-таки, несравнимый с тем, что было тогда. Он учит есть с язычниками вместе, например. А для них есть с язычниками было конец света. Очень-очень сложный. И теперь смотрите, что он говорит дальше. А тебе наслышались, это Яков говорит, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали своих детей и не поступали по обычаям. И так что же, верно соберется народ, ибо услышал, что ты пришел. Вы помните, что вот этим евреям вообще было очень трудно общаться с язычниками настолько, что Богу пришлось послать или дать апостолу Петру два двойное видения. Когда он был в Иопии. Двойное видение, когда это полотно сошло, и потом дополнительное, когда он говорит, вот тебя ждут здесь, там пришли люди, ты пойди с ними. И в это же самое время видение Корнилию, или немножко дотову. И люди от Корнилия приходят и зовут Петра, и он идет из Иопии, он идет туда, в Кесарию, и там проповедуют, и там Господь являет чудо, когда эти люди, обращенные там, они получили такой же точно дар Святого Духа, дар иного языка, который был в день Пятидесятницы у апостолов самих. И даже после этого, вы помните, общение Петра с уверовавшими из язычниками было затруднено. Опять-таки, я приведу вам на память то, что было в Антиохе. В Антиохе описано в послании Галатам во второй главе. Теперь можете представить, насколько тяжелее это было для многочисленных верующих, которым Бог такого видения, как Петру, не дал, и которые, ну, были духовно менее зрелыми, чем апостол Петр. То есть, им было это очень сложно. И вот теперь, ну, плюс, как я уже сказал, многочисленные сплетни, которые распространялись. Поэтому Иаков и другие пресвятера, они просят Павла принять участие в церемонии окончания дней Назарейского посвящения у группы людей. Там четверо было, четыре было человека. 23 стих. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас четыре человека, имеющие на себе обед. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное имя от тебя несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. 26 стих. Тогда Павел взял в тех мужей и, очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил о кончании дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. То есть Павел в смирении соглашается. То, к чему его призывают эти люди. Опять-таки, помните, Павел гигант. Павел – это не просто так мальчишка, который пришел. Павел, за плечами которого стоит мощная работа и настоящая работа, не просто выдуманная, не просто организационная работа, а духовная работа. Бог через иного делал очень многое. Третье, что мы видим, третье важное условие для единства – это гибкость. Первое – посвящение, второе – смирение. Павел был очень посвящен единству. Второе – смирение. Он готов был смиряться, перешагивать через свое «я», свою значимость. Третье – гибкость. Вы помните, что апостол Павел был пламенным борцом за то, чтобы отстаивать, что язычники могут стать спасенными людьми без того, чтобы они исполняли закон, без того, чтобы они приняли иудаизм или стали частью израильского народа, стали празелитами. Как я уже сказал, он посвятил этой теме два послания. Послание Галатам и послание Кремлянам. Видно, что это очень важная для него тема. Во многих других местах он говорит об этом. Он об этом говорит в синагогах. Читайте, как он проповедует, идет от синагоги к синагоге. Он говорит о том, что Христос и не закон. Он говорит о том, что Евангелие, а не церемонии. Для него это очень и очень важно. И вот здесь его просят ради того, чтобы помочь верующим из иудеев сохранять единство с церковью и с язычником. Его просят исполнить определенные положения закона, и он соглашается. Некоторые скажут, на компромисс пошел Павел. Компромиссник какой-то. В действительности нет. Когда мы смотрим, что мы подразумеваем по словам компромисс. В действительности для апостола Павла это был вопрос смирения и вопрос гибкости. Он не идет на компромисс с Евангелием здесь. Для него абсолютно ясно, он нисколько не поменял свое мнение, что спастись человек может только через Евангелие Иисуса Христа. Здесь, в данном случае, он берет на себя издержки за церемонию окончания обета назарейства, который держали этот обет, держали другие люди. Что такое обет назарейства? Вы помните, что апостол Павел сам давал этот обет уже после своего обращения? Помните, там написано «остригший голову в кенхреях по обету». Что это такое было? Это было время или форма выражения особого посвящения себя Богу для какой-то цели. Такая форма была предписана в шестой главе книгочисел. Подробно предписано, что происходит или как это должно было происходить. И вот после того, когда апостол Павел стал христианином, он, мы видим, прибегает к этой форме. Он не возвращается в закон для того, чтобы закон стал инструментом его спасения, но он прибегает к этой форме. Почему? Потому что эта форма позволяла выразить как-то, что он посвящен Богу, что он посвящен на определенную цель, он посвящен для достижения каких-то задач, которые он ставит. И теперь мы видим, что четыре человека какие-то, которые дали обед на зарейство. И теперь этот обед заканчивается. И в конце этого обеда они должны были остричь голову. Что значит остричь? Это не на лосо подстричься. Когда человек принимал обед на зарейство, он не подстригался до того времени, пока этот период закончился. И вот тогда, когда заканчивается, он нормальную прическу приобретает. То есть вот тогда его подстригали. И это не просто это было изменение прически, а окончание этого периода должно было быть ознаменовано специальным жертвоприношением. И это жертвоприношение вот в данном случае Иаков и другие пресвитеры, они предлагают Павлу, ты оплати это жертвоприношение. Пойди с ними, оплати это жертвоприношение, вот, это позволит людям увидеть, посмотрите, 24 стих, и узнают, что слышанное имя о тебе несправедливо. Что несправедливо? Несправедливо больше, что Павла представили как человека, который поставил перед собой цель разрушить традиции Израиля, разрушить то, чем жили евреи. это никогда не было для Павла целью. Для Павла всегда была цель, главная Евангелие. А если есть традиции у кого-то, какие-то это второстепенные вещи. Вы помните, апостол Павел пишет 1 Коринфянам 9 глава, он говорит, для всех я сделался всем, для иудеев я был как иудей. Почему? Только бы достигла Евангелия благодати этих людей. То есть апостол Павел ставит здесь в правильную перспективу эти вещи. Единство невозможно без гибкости, друзья. Оно требует способности и готовности уступать во второстепенных вещах. Можно быть таким правильным, что ты останешься один вообще на белом свете. Почему? Потому что все неправильные. Это точно. Все неправильные. вот посмотрите сколько нас здесь и все неправильные. У каждого из нас есть что-то, что если тщательно посмотришь и здесь неправ, и ты тоже неправ, и ты, и ты тоже неправ, и ты вообще тоже неправ. Если не быть гибким, если не быть способным воспринимать, речь не идет о том, что неправильное называть правильно. Нет, речь идет о том, чтобы сортировать вещи, и есть более важные вещи, и есть второстепенные вещи. И вот во второстепенных вещах даже ценой определенной жертвенности апостол уступает. Апостол уступает ради единства. Он готов посмотреть на вещи с точки зрения ближнего. Для того, чтобы не потерять с ними отношения. Для того, чтобы иметь это единство вместе с ними. И последнее качество, условие, которое нужно для того, чтобы достигать единства, это жертвенность. Мы говорили о посвящении, этому нужно быть посвященным. Мы говорили о смирении. Единство без смирения невозможно. Мы говорили о гибкости только что. И четвертая жертвенность. Апостол Павел заплатил большую цену. Во-первых, он уже заплатил цену, что он приехал сюда, для того, чтобы поговорить с апостолами, с пресвятерами. Для того, чтобы привезти им деньги. Для того, чтобы помочь им. Он преодолел длительный путь, когда он шел, когда он находился в опасностях, в самых разных опасностях находился. Но вот здесь сейчас он еще платит цену, он оплачивает это жертвоприношение. И, скорее всего, это было достаточно дорого, это стоило каких-то денег. Посмотрите 24 стих. «Взяв их, очисти с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но ты и сам продолжаешь соблюдать закон». Итак, история возвращения апостола Павла в Иерусалим помогает нам более ярко увидеть важность единства в Церкви Иисуса Христа. Я думаю, что сейчас, когда мы говорили о единстве, когда мы говорили о том, что делает апостол Павел, я думаю, что уже на протяжении этого времени вы могли смотреть и проверять свое сердце. Проверяйте, каким образом вы относитесь к единству Церкви Иисуса Христа. Опять-таки, я подчеркну еще раз, что это единство не в отрыве от Евангелия. Это единство, Павел посвящен Евангелию, которая приводит к единству. Это Евангелие не в отрыве от Иисуса Христа. Павел посвящен имени Иисуса Христа, которое дает единую Церковь. Но это Евангелие и это единство. Оно требует от нас определенных отношений для того, чтобы мы могли выражать это единство. Я еще раз повторю, четыре вещи, которые апостол проявляет здесь, которые есть у апостола Павла, которые ясно продемонстрированы здесь. Первое – это посвящение. Единству нужно быть посвященным. Посмотрите на ваше сердце и посмотрите на ваши отношения. Отношения с Церковью, отношения с братьями и сестрами, отношениями с людьми вокруг вас. Насколько вы посвящены единству с ними? Не просто в том, что вы готовы терпеть их, а в том, что вы готовы искать единство, которое есть во Христе. Оно есть. Если это верующие люди, оно есть в твое единство. Во-вторых, это смирение. В процессе практического выражения единства, братья и сестры, самым главным барьером стоит наше собственное «я». И оно выражается или в том, что мы недостаточно посвящены, то есть ленимся, не готовы вкладывать усилия. Или же наше «я» не позволяет смириться перед другим человеком. Мы очень большого мнения о себе, о своих достижениях, о своей праведности. Мы правильные, конечно же, мы правильные. Что мы в действительности выше другого и не настолько готовы для того, чтобы с этим человеком иметь дело. Третье – это гибкость, то есть способность уметь отличать главное второстепенно. Евангелие от традиции, от форм каких-то. И четвертое – это жертвенность, готовность платить за это цену. Я думаю, что сейчас у нас есть очень хороший повод для того, чтобы помолиться. Мы сейчас склоним колени, и я хочу попросить каждого из вас помолитесь о своем сердце. Помолитесь о вашей способности быть посвященным единству. В вашем способности это единство выражать, генерировать, поддерживать, чтобы оно было очевидным в вашем непосредственном окружении и во всей церкви, в которой Господь вас поместил. Склоним колени, помолимся. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня Ты даешь нам эту прекрасную возможность посмотреть на жизнь Твоего апостола. Это очень большие уроки, которые Ты нам преподаешь. Эти уроки, которые показывают нам реальность жизни Твоей церкви. Они показывают нам благодать Твою, они показывают нам силу Твоей любви, они показывают нам действенность Твоего Евангелия, то, что Ты в действительности спасаешь людей, совершенно разных, таких как евреи и язычники Ты собираешь в одну церковь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты показал нам, как этому был посвящен апостол Павел. И сегодня, Господи, обращаясь к Тебе, мы просим Твоей милости к нашим сердцам, к нашей жизни. Ты видишь, Господи, что мы зависим от Тебя, мы зависим от того, чтобы Ты подействовал нас, научил каждого из нас посвящению, смирению, гибкости и жертвенности для того, чтобы мы могли быть Твоим инструментом, достигающим единения Церкви Твоей. Просим Тебя, Господи, и обо всем этом во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok